Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу вас ознакомить с самыми последними новостями. Алиев, Путин и Пашинян проведут в Сочи переговоры 26 ноября. Это статья Минвала Зе. Вот фотографии трех лидеров. Трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра армии Никол Пашиняна о приуроченной годовщине подписания трехстороннего заявления состоятся 26 ноября в Сочи, сообщает пресс-служба Кремля. По инициативе главы российского государства 26 ноября в Сочи состоятся трехсторонние переговоры президента России Путина, президента Азербайджана Алиева и премьер-министра Армении Пашиняна. Подчеркивается также, что предусмотрены отдельные беседы Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном. Лидеры планируют наметить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживая мирную жизнь на горном Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля. Планируется рассмотреть ход реализации договоренности лидеров трех стран на 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также наметить шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе. Ну вот, Путин решил сыграть на опережение. Сейчас в Брюсселе должна была встреча состояться. Ильхам Алиева с Пашиняном решил почему-то в Сочи их пригласить. Непонятно. У Путина свои там планы, свои многоходовочки. Интересно, что там будет, о чем будет говорить и что подпишут. Может быть, все-таки про Зангизурский коридор уже будет идти разговор, я думаю. Пашинян уже не отвертится, уже он прижат к стенке. Ну и вот сейчас тут армянских СМИ пишут, что вереница недалиновидных шагов Пашиняна привела к угрозе потери Родины. Так, надо же было довести страну до такого, чтобы из всех возможных сценариев развития самым предпочтительным для нас стало присоединение к союзному государству во имя защиты Карабаха и этого Зангизура. Об этом сказал политолог Тиван Пагасян. Вот на фотографии Тиван Пагасян. История имеет привычку повторяться в надежде на то, что будут извлечены уроки. В обратном случае это грозит определенными последствиями. Надо же было довести Армению до такого состояния, что из всех возможных сценариев развития самым предпочтительным для нас стало присоединение к союзному государству. Так, свести дело защиты Родины хотя бы к желанию сохранить ее для грядущих поколений. Никогда бы не подумал. Вереница недальновидных шагов Пашиняна якобы во имя демократии и суверенитета привела к угрозе потери Армении, как бы, Родины армян. И без того государства, где бы вы собираетесь реализовывать, пусть даже такие извращенные суверенитет и демократию, носителем которых вы являетесь. В Армении уже, да, понимая, что Пашинян вел недальновидную политику, и армяне могут потерять очень часто огромные территории, и вот открыто пишут уже их политологи в СМИ, что грозит очень несветлое будущее Армении на ближайшее время. Ну и вот тут в Армении сейчас постоянно какие-то драки, конфликты, и сейчас, вон там на фотографии, у них драка произошла, так, и там подрались Миносян и Манукян. Они стали обвинять друг друга, что происходит на границе во лжи и манипуляциях. В результате глава комиссии Андроник Кочарян и Минисян несколько минут кричали друг на друга. Дело едва не кончилось с дракой. Оппозиционер потребовал, чтобы прокуратура немедленно возбудила уголовное дело и заявил, что власти еще будут судить, и не только за это преступление. Так, ему вслед представители гражданского договора стали кричать, что вскоре все, которые должны сидеть в тюрьме, окажутся на скамье подсудимых. Так, ранее Андроник Кочарян предлагал нести поправку, по которой, если парламентарий дважды не избирается на пост, выдвинуться в фракции, должна предложить нового кандидата. Постоянно у них какие-то драки. В общем, на улицах сейчас у них демонстрации протеста. Полиция хватает людей, которые недовольны политикой, и сажают их в каталажки. Говорю, в Армении там нету власти стабильной. У них постоянно что-то происходит, это я говорю. И вот, как следствие, вот сейчас тут еще на границе проблемы возникли, как сказать, у Министерства обороны Армении официально подтвердила гибель по факту армянского военнослужащего. Погиб армянский солдат. В Главном военно-вседственном комитете Армения напоминает, что инцидент произошел в направлении села Нарабак, Геркуниевская область. В результате нарушения азербайджанскими вооруженными силами режима перемирия смертельное ранение получил 19-летний рядовой Сурен Сафарян. Так, где это произошло? Нарабак, Геркуниевская область. Сейчас покажу. Вот граница Армении с Азербайджаном, вот Нарабак. Здесь село Кут, Сотк. Постоянно тут перестрелки, постоянно идет стрельба. И вот сейчас погиб здесь на границе армянский, как сказать, солдат. Сейчас посмотрим. Вот он, молодой был, 19-летний. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели армянского военнослужащего. Так, вот рассказали, где он жил, где он рос. В семье было пять детей, две сестры, три брата. Так, ну вот пошел в армию и был призван в армию в 20-м году. О гибели сына семье сообщили через родственников. Естественно, это стало для них большой трагедией. Да, молодой погиб. Ну и вот, российский командир жалуется. Так, там у них военная база в Армении. И он жалуется. Что это за страна Армении такая? Это издательство «Армянская Горопарак». Есть газета такая. Что это за страна? Я ничего подобного не видел, заявляет российский командир. Так. Это заявил полковник Дмитрий Овчаров. Он командир 102-й российской военной базы в Республике Армения. Как утверждает газета полковник Овчаров, пожаловался своим близким в связи с бардаком в армянской армии и проявлением неуважения к российским военным. Да, не любят в Армении российских военных. Там уже, как сказать, митинги протеста против них. Что прощай немытой России, убирайтесь домой. Что это за страна? Я ничего подобного не видел. Я встречаюсь с главой Соловиков, а через четыре дня его увольняют. Постоянная смена кадров в Армении. Либо меня они ненавидят, либо это совершенно сложно. Я ничего не понимаю. У нас здесь огромная база, которая обеспечивает их безопасность. Они не имеют с нами связи и даже не хотят устанавливать этот контакт. Они даже связи не имеют с руководством. Мы в небе над ними устроили авиашоу. Специально для этого мероприятия пригласили министра обороны Армении. Он даже не приехал и даже не удосужился отправить своих представителей. Что это за такое? Что они этим хотят объяснить? Негодует командир российской военной базы. Ну да, не хотят вообще. Они не уважают россиян вообще. И политики не уважают, и военных не уважают. И считают их предателями, потому что они не поддержали их в войне с Азербайджаном. Ну вот теперь российские военные жалуются. Что это вашу мать за страна Армения такая? В общем, вот. Все. Всем спасибо. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok